Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описание по книге «Великий музей мира» Ганс Гальбейн Младший. Аллегория Ветхого и Нового Завета. 1530-е годы. Дерево-масло 74 на 64. Ганс Гальбейн Младший, выдающийся немецкий живописец и рисовальщик эпохи Северного Возрождения. Прославленный портретист. Он учился в Аксбурге у своего отца Ганса Гальбейна Старшего. В 1515 году переехал в Базель, где через 4 года вступил в местный цех живописцев и открыл свою мастерскую. Гальбейн Младший много путешествовал, посетил Люцерн, Италию, Францию и Анну. В 1536 году возглавил большую мастерскую в Лондоне. Был назначен придворным живописцем Генриха VIII Тюдора. Основной темой картины Аллегория Ветхого и Заветов является поощрявшаяся реформация идея о том, что из-за неспособности человека соблюдать заповеди Бога, которые он дал Моисею, Христос принял смерть на кресте. В центре композиции изображен сидящий человек. По правую руку от него стоит ветхозаветный пророк Исаия, по левую и он крестить. Стол дерева за спиной мужчины делит пространство картины на две равные части. В одной из них представлены ключевые моменты Ветхого Завета, а противоположные нового. Среди них сцены, грехопадение, получение Моисеем от Бога скрижали, медные змеи, смерть, благовещение, распятие, воскрешение. Все эти сюжеты имеют подписи. Несмотря на множество групп, включенных в композицию и строгую симметричность их построения, произведение не выглядит перегруженным. При составлении находящихся друг против друга сценок из разных частей картины становятся отчетливо видны те параллели, которые хотел показать зрителю-художник. Ну вот такое описание к работе Ганса Гальвейн-младшего «Аллегория Ветхого и Нового Заветов» я нашел в книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok